Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги воплощение мечты и наша рубрика Таро Прогноз. Сегодня хорошо заходят прогнозы на всяких неприятных личностей, видимо погода такая, поэтому продолжим, пожалуй, продолжим, сделаем прогноз на сельскохозяйственное личное животное Путлера, на его коня, господина Лаврова. Посмотрела специально, мне интересно, Лавров у нас оказывается 21 марта рожден, то бишь самое начало овна, в самом ярком его проявлении, и я бы сказала, в самом худшем его проявлении, такой упоротый, такой упрямый, грубый, жесткий такой мужлан, да, вот каким овны мужчины могут быть, когда они плохие мальчики, да, вот они такие могут быть жесткие, грубоватые, хамовитые такие вот. Вот это вот в худших проявлениях, конечно, этого знака. Еще, знаете, в самых первых, такой ядреный такой он, ядреный овен, ну, мало того, что конь, еще и баран. Ну, хорошо, Лавров, давайте посмотрим. Птицу, я говорю. Сделаем большой расклад, как и на двух предыдущих его коллег. Коллег. Лавров, сейчас мы представим этого Лаврова, Лавров. Слушайте, ну, я не знаю, фантазия у меня, конечно, неадекватная, вот прям конем его и представляю. Знаете, он такой прямо так грыжет. Придурок, серьезно. Мне с фантазией надо что-то делать, она у меня, конечно, буйная прям. Весна, фантазия рвется на свободу. Ну, вот серьезно, вот конем он мне и представляется. Не кентавром, заметьте, а натуральным конем. Так, Лавров, что тебя ждет, Лавров, что ты себя представляешь? Лавров, 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 Лавров. Так. Так. Поехали. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, так. Что из себя представляет Лавров на сегодня? Человек, делающий войну. Сори. Тот, кто делает войну. Видите, делает, делающий войну. Активно прям занимается войной. Военными действиями. Не военный, да, а человек, делающий войну. Который ее создает конфликт, создающий конфликт. Создающий вот это вот все, вот эту агрессию. Вот именно создающий агрессию, который прям клепает ее. Не военный. Так, ситуация сейчас. Что сейчас у Лаврова? Лавров связан своим враньем. Да, и пытается вручать разным людям, разным странам такие подарочки из собственного вранья. И сам же он этим враньем связан, да. Сам врет, и им же связан. Видите, иллюзии, вранье связан. Ничего не может делать. И такие подарочки шлет. Что у него дома? В его доме. Ну, в его доме все, видите. Изменения его ждут. Прям серьезные. Чувствует он себя прям уверенно. Чувствует себя прям королем, героем. Неплохо себя он чувствует. Но его ждут перемены, связанные с войной. Уверен он, уверен. Видите, но ждут его перемены. Вот Медведев тут боится, но он, видимо, умнее. А этот прям упоротый такой, упоротый конь, да. Но перемены его ждут, связанные с войной. В его доме. Так, надежда. На что он испытывает надежда? На что он надеется? Надеется все-таки, вы видите. А Лавров-то, оказывается, он прямо в Путине-то уверен. Он его прям соратник получается, да. Если Медведев тайне ненавидит Путлера, то Лавров в его фан-зоне. В его фан-зоне. Посмотрите. Надеется он на силу, да. На то, что сила победит. И надеется на хорошие новости. И пока... На что надеется? Еще на некое... Ну, затишье, на передышку какую-то надеется. Устал, короче. Он надеется отдохнуть. Может, в отпуск куда-нибудь? Куда он может в отпуск? Ну, куда-нибудь на Урал. Да, на Урал. Куда-нибудь в отпуск. В Челябинске, например, провести время там с этими... И с их мужиками. Да. Ну, в общем, надеется он на отпуск, на отдых, видите. И на то, что все-таки за ним сила. Зря надеется. Напрасно. Так. Чьи у него ожидания все-таки? Ожидает он. Ожидает он... О! Ты понимаешь? Ожидает он какой-то... От дамы. От дамы. От какой-то... Хорошего привета. Хорошего партнерства. Видите? Путин ждет от дамы помощи. И этот конь ждет от дамы помощи, которая должна привести хорошие новости ему. Дама, которая должна с дороги привести ему какой-то союз какой-то. Союзническую помощь, союз, помощь, вот что-то приятное, приятный союз из-за границы ждет от этой дамы. Что ж там за дама такая, которая им там так помогает, а? Какая-то дама помогает им, причем с путлером. Вот видите, он на одной стороне с путлером, однозначно. Вот он на одной, он ему соратник. Так, ожидания. Что неожиданно с ним случится? Неожиданно. Знаете, когда не ждал, не гадал, а тут бац и случилось. Неожиданно, неожиданно, неожиданно. Неожиданно он испытает горечь разочарования, потери и утраты. Да, вот все, он надеется на свою силу. Да, мы же говорим, вот он надеется на свою силу. Вот у него же надежда. Надежда у него, понимаете? Вот. На даму там он все такое. Но получит он разочарование. Получит он в новой, в новой дороге, в новом выборе, в своем, в новом выборе удар. Удар. Причем удар под дых довольно сильный, который прям укатает его, да. Уложит его. Прямо такой удар. Очень сильный удар, который, ну, от которого как бы восстать сложно. То есть прямо неожиданный удар ждет Лаврова. Неожиданный. Близко скоро, близко скоро. Что же близко скоро все-таки у него будет? Близко скоро в собственном доме получит он большие доходы. Понимаю, так за свою работу он получает большие деньги. А здесь еще ему выплатят и такую прямо, вот прям доходы огромные. Прям, понимаете? Может быть, от тех генералов, которых они там за стенках мучают, да. Что-то из их имущества ему перепадет от его страны. От его страны и хорошую благодарность он получает. Прямо его благодарят. Премию, понимаете? Премию. За пролитую в Украине кровь получит, падла. Ну, так. Что в дальнейшем ждать ему? В дальнейшем ждать ему. В дальнейшем ждать ему конфликт. Конфликт с его иерофантом, с покровителем. Но все-таки в этом конфликте он не будет уничтожен, да. Все-таки будет конфликтовать, но скорее защититься. Что-то его поможет ему, да. Он там или сможет как-то скрыться, защититься. Но конфликт, гнев от этого иерофанта на него падет, да. Вот иерофант сверху, да, как на него гнев, удар, да. Какой-то конфликт с иерофантом. Но защититься пока он сможет. Пока сможет еще за себя постоять. Хорошие там у него, значит, какие-то тылы. Тылы у него. Конюшня крепкая. Так, хорошо. Давайте посмотрим на его здоровье. Птицы. А потом говорят, что меня не слышно из-за вас. Ну-ка, тихо. Ну, не могу я их убрать, не могу, не могу. Так, давайте посмотрим на его здоровье. Говорят, что он где-то пропал. Так я вам хочу сказать, ничего он не пропал. Ныкаются они, ездят они, договариваются, ищут помощь. Ездят по-тихому. И Шойга ездит. И он, мотаются они за помощью, потому что никому доверить не могут, каким-то левым дипломатам. Потому что именно сами лично и занимаются этими тайными переговорами. Не надейтесь, что вон там слег и сдох. Не, они-то и сдохнут в свое время. Но пока еще, блин, шарятся они по миру, ищут помощи Путину. Да, это пока так. Вот эти все... Оно, конечно, прикольно послушать там все, инфаркт, инсульт. Но не-не-не. Поверьте, там это тайные, вот эти все договоренности мотаются, они ищут помощь. Так что будет с Лавровым со здоровьем, да, по здоровью. Но он покрепче, чем Путин, конечно. Так, по здоровью. Ну, о, виновные, они здоровые сами по себе, такие крестьянские товарищи. Так. Ну, блин, я же говорю здоровый. Вот кто мне скажет, что он болеет? Ну, ничего он не болеет. Посмотрите. Пышет прям, пышет. Витаминчики пьет мабы. Угу. Нет. Не надейтесь, что у него что-то будет со здоровьем. Я бы тоже рада, но нет. Этот конь еще, знаете, переживет и Путина, и всех. Коняка будет жить долго. Мало того, и помощь ему оказывают, и, понимаете, препаратики. Я еще не удивлюсь, если он, как Янукович, по пенечкам прыгает, скотина такая. Ну, да, ему оказывают помощь специалисты. Специалисты-медики проводят там все полагающиеся процедуры. Вот. Хотела бы я как-то по-другому, но я же не могу против карт пойти. Вот что показывают. Видите, это специалисты всякие разные, помогают. Здоровье крепкое. Вот ожидает он результата всяких процедур. Вот, смотрите, император. Видите, победа с помощью императора. То есть, это вот, как бы, да, государственных разных там и клиник, и возможностей. Да нет, со здоровьем у него все хорошо. Все хорошо, и он пользуется этим, мотается, помогает, работает на Путина. Или кто там на кого работает, я не знаю. Ну, Лавров, конечно, в силе. В силе. Так, что у него с карьерой? Что у него с карьерой? С карьерой. Лаврова с карьерой. С карьерой. Что у него на работе? Да, как дела на работе? На работе тайные какие-то, неожиданные тайные потери, проблемы. Отсекают его, связывают руки. Вот на работе у него не так радостно, понимаете, как со здоровьем. Так-то он еще, ого-го. А на работе у него жопень. Не справляется он с работой. Вот. А ему еще премии платят, понимаете? Ему там премии платят, бешеные такие, прям сумасшедшие, прям тузы и пентакли ему вываливают. А он? А за что? За то, что вот это он не справляется? Вы посмотрите. Но он, видите, он по-тихому, он по-тихому, тайно, тайно. Вот несет он убытки, потери на работе, вот ничего ему не везет. Он отсеченный, все от него отвернулись, никто его не видит, не слышит. И он никого не хочет видеть. Потери несет он. И связанный он на работе, никак у него не удается ему активные действия, да? Но получает все равно, видите, какие-то весточки материальные он находит. То есть помощь-то он находит по-маленьку с разных сторон, ему идет помощь. Но работу он свою как делает? Вот так. Никак он ее не делает, но помогают ему все равно, зараза. Ну, вот так. Такое ощущение, что ему платят больше, чем он приносит в казну. Да, ну вот такие дела. На работе дела не очень, ну, так сказать, для нас-то и слава богу. Но доходы его растут и множатся. А здоровье тоже его вполне себе крепко падло. Ну, ничего, ну, ничего. Лошади, они же, знаете, такие, они вот бегут, 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 здоровая вроде бы, такой конь здоровый, сильный, а потом бежит, 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 раз, упал. И вот у них так бывает у коней. У них так бывает. Угу. Да. Ну, что? Карты показывают правду. Мне бы хотелось ее немножечко ему башен туда накидать побольше. Ну, показывает, что показывает. Я не иду против правды. И вот кто там пишет, у карт она не показывает. А ну, идите гуляйте. Я все показываю. Показываю. А не верите, так и не надо. Все я показываю. Что падает, то и показываю. Даже если хотелось бы, чтобы выпало что-нибудь другое. Но нет. Нет, 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 нет. Так что вот такой лавров. Конь здоровый. Но и он сойдет с трассы рано или поздно. И он сойдет. Угу. Вы понимаете, он тайно. Вот это, когда они косят под больных. Вот как только косят, что он не выходит в эфир. Так это значит, однозначно ждите, что уже куда-то поехал на тайные переговоры. Вот что он, что этот Шойгу. По-тихому мотаются лично. Они не могут никому доверять. Они никому не могут доверять. Поэтому только прям лично ездят и разговаривают с разными, значит, там, лидерами других. Агрессивных стран. Вот так вот происходит. Вот так вот происходит. Ну, так тому и быть. Так тому и быть. Подождем, как говорится. Подождем. Всегда вам рада. До новых встреч.